Коллеги, всем привет! Меня зовут Леонид Романов. Лень, привет. Привет, Лейва. Ты открыл свой салон, сделал свой личный бренд. Давай немножко поговорим об этом. Насколько вообще важно создавать парикмахера свой личный бренд? Нужно ли это всем? Почему ты пришел к этой идее? Слушай, Лейва, скажу тебе откровенно, касаемо салона и касаемо своего личного бренда. Когда я начинал, когда я открывал салон, не было истории о том, что я создам, в принципе, тогда личный свой бренд. Я думаю, что ты знаешь, что я был много уже лет, получается, уже 15 лет я в ассоциации от Куфюр Францесс. И последние уже пять лет я являюсь ее арт-директором. Время летит просто категорически быстро. И для того, чтобы мне вступить в ассоциацию, чтобы все было хорошо, мне хотел был свой салон. И когда я открыл свой салон уже официально, свой первый Сетихэр, тогда я смог официально войти в ассоциацию. То есть, фактически, ты открыл свой салон красоты ради ассоциации? Меня одна Лейла Пухова затянула, а другая Лейла меня заставила открыть салон. И так уже пошло, конечно, дальше. Потом, соответственно, я уже поменял название салона, создавал какие-то продукты, создавал мастер-классы авторские, чтобы уже продавать их как авторские мастер-классы. Личный бренд необходим, на самом деле, каждому. Потому что это даже просто твое лицо. Ты знаешь, что я очень много вел мастер-классов по России, и я всегда говорил, когда появился инстаграм, хотя бы сделайте свой паспорт. Сделайте для себя лично инстаграм, как свой просто паспорт, что вы существуете на планете, Земля, и вас весь мир может видеть, что вы создаете. Вот, наверное, с этого бы начинался личный бренд. Потом, соответственно, ты начинаешь все много вкладывать. Очень нужны обучения, не просто связанные с техниками, а обучать на себя во многом то, что бренд дает. Как заниматься салоном, как заниматься персоналом, не знаю, как вообще вдохновляться. Куда поехать, просто что-то посмотреть. Не будем брать инстаграм. Кстати, вы очень классно делали передачи, когда была пандемия, с разными, про Францию, про что-то еще. Это очень расслабляет, это очень развлекает. Нужно вообще отразиться к своей профессии с развлечением. То есть ты должен идти на работу с кайфом такого, что я сегодня приду, что-то сотворю, что-то покажу. У меня ждут классные ребята. Вообще команда очень важна. Ассистенты, команда. Без них вообще никуда. Ты знаешь, что, помнишь, была смешная история одна, когда я начал ходить с очень кучей, как свиты. Мне начали все равно издеваться, смеяться. Ой, Романов опять со свитой пришел. На самом деле, это просто много лет назад началась эпоха, то, что нужно делиться своими знаниями, своими коллегами и быть, чтобы у тебя были единомышленники. Ну, то есть парикмахер, чтобы создавать свой личный бренд, ну, фактически, да, как твой совет. Еще, если ты хочешь быть узнаваемым, помимо инстаграм, помимо ведения мастер-класса в какой-то классной, как бы, творческой деятельности, яркой, тебе еще нужно создавать свою команду. Ну, да, ассистенты. Я думаю, с этого надо начинать с команды. С этого? Да, потому что команда, вообще, это твой тыл. Это все, если ты не сможешь, всегда твоя команда что-то сделает, и как бы твое имя не упадет в грязь лицом. Ты знаешь, это как вот мы, команда L'Oréal Professionnel, мы, это то лицо, которое, чтобы оно не упало в грязь, да, и за нашей спиной еще кучи людей, которые отвечают за каждый пункт. Да, команда, это очень важно. Хотя бы один человечек, чтобы в твоей команде уже был, и с этого начнется твой личный бренд. А потом личный бренд твоего, твоего коллеги. И понесли у всех свои личные бренды. Да, и мы обросли славой. На самом деле, я не хочу никогда, никогда не скрывал, я всегда стремился к славе. Это неплохо. Это потому что, значит, тебе есть что сказать все-таки. У тебя есть своя точка зрения, свое мнение, коллекции снимать. Это очень важно, потому что у тебя есть, значит, что выразить и что показать планете. И даже если ты, у тебя, кстати, знаешь, я тут еще делю на минералы, вот я путаюсь в этом, но все равно это важно. Мое поколение, вот сейчас сорокалетние, они стесняются, ну, мои работы кому-то интересны, может что-то не так, но точно хорошо. Какое-то сомнение есть. Вот у будущих сейчас мастеров. Нет вообще сомнений. Мне многое нравится, конечно, многое не нравится, но нравится то, что они не боятся ничего делать. И вот если вы хотите что-то создать, создайте, неважно. У этого точно появится своя аудитория. Как ты все успеваешь с твоей безумной энергетикой? Да, я правда, иногда от своего энергетики сам устаю. Вот смотрите, просто рассказываю ближайшие сутки. Еду на работу, вообще, можно сказать, из лесу. Еду полтора часа. В это время я занимаюсь соцсетями. У меня сейчас теперь 12 аккаунтов. Было 11, теперь 12. Почему? Кстати, многие спрашивают, зачем тебе столько аккаунтов? Ребят, сейчас я говорил, эра индивидуализма. Каждый продукт нужно осветить. Если еще я буду каждый продукт, который я делаю, освещать, у меня будет 25 аккаунтов. Просто мы сложили все в какую-то кучу. Про текстуры он отвечает за завивки, за текстуру кудрявых волос, за любой стайлинг, за любую трансформацию волос. Total Blonde он только про пудры. Он только про пудры и прилагающиеся к нему продукты. Мой личный аккаунт, он просто развивает меня. Все другие работают на него. И новый аккаунт, сейчас как раз будет, мы поговорим с тобой, это для премии. То есть куча работы. Этим я занимаюсь утром и вечером в такси. Потому что еду бывает полтора часа, а то и пробки два часа. Потом сплю, наверное, часа 4-5. И вот я у тебя здесь в студии и рассказывайте. И, конечно, работа в салоне с клиентами. Это я вообще, это неприкасаемо. Работа с руками с клиентами, это неприкасаемо. Неважно, какие мастер-классы, что угодно. Нет у меня выходных. Я занимаюсь выходные своими другими проектами. Свой график рабочий основ, я работаю в салоне, который полностью забит. И мы работаем, слава богу, очень хорошо. И мои ребята работают, им перепадает, когда я, знаешь, бываю особо молодой мастер, ему перепадает работа. Труд, труд и мало сна. Совсем мало. Слушай, да, и на самом деле, многие говорят, надо правильно спать 8 часов. Слушай, не знаю, мне, когда я, я бывает немножко устаю, но все равно я весь наполнен энергией, когда я думаю о том, что мне предстоит завтра делать. Или когда реально мои работы где-нибудь выкладываются во всем мире. И ты понимаешь, что ты не просто так это делаешь, ты делаешь для чего-то. Когда у кого-то из себя пока так не происходит, нужно в первую очередь полюбить свою профессию, ее прям полюбить. Полюбить вообще мир, людей, окружающих, любить все вокруг. Когда будет все? Вот отсюда. Здесь было бы пик-пик-пик. Вот отсюда у меня следующий вопрос. Тем, кто только начинает свой парикмахерский путь, что бы ты сейчас посоветовал уже с учетом этого большого парикмахерского опыта. Ну и время поменялось. И мы сейчас с тобой не в 90-х. Вообще, вообще другое время. Если ты видишь, да, ты же меня знала вообще другой внешности. И сколько я в визуальной внешности поменял своих, чтобы прийти к себе, к естественному, толстому, пухлому, кудрявому, розовощекому парню в татушках. Вот к этому надо было прийти, потому что когда я был ранее, вспомни, стройный, нереально красивый, длинные белые волосы осветленные, сапоги, стразы, все превратилось вот в это. И на самом деле не жалею ни дня, потому что любите себя такими, как вы есть, это в первую очередь. Ни в чем себе не запрещайте, касаемо профессий. Кто-то говорит, так нельзя, делайте и пробуйте, потому что, возможно, за вами будущее. И именно вы будете в дальнейшем учить всю планету создавать парикмахерское искусство. Стилист 21 века. Какой он? Пик-пик. Почему? Потому что сейчас вот очень тяжелое время для большинства очень много информации и все, сейчас все преподают. Знаешь, сейчас все преподают, даже не умея преподавать, это раз. Хотя нас учили, знаешь, преподавать еще отдельно. Да. Я ездил, учился как преподаватель. Сейчас вот я хочу, я преподаю. Им дается. Безумное, да, Леня. И на самом деле сейчас, если просто парикмахеру зайти в инстаграм, безумное количество онлайн-курсов от всех. От начинающих заканчивая. Сейчас даже, я думаю, в будущем даже можно не организовывать даже мастер-классы какие-то выездные, потому что никому это не нужно. Информации везде. К сожалению, плохой информации много везде. И где найти лучшую, к сожалению, нужно просто больше и больше учиться, больше впитывать и находить для себя самое лучшее. Он, наверное, 21 века, им тяжело будет, они много не знают технически. И, к сожалению, весь мир моды к этому пришел, потому что, если говорить углубленно, то все съемки, проекты стилистов с визажистами к этому и привели. Потому что в мире простота. Это круто. И бренды создают сейчас простые вещи. И вот на этом фоне, конечно, мы создаем легкие, быстрые техники. Но многие мастера просто смотрят наглядно эти все видео, не учатся. К сожалению, я против именно полнейшего онлайн, потому что ты должен выращивать их, как мы сегодня с тобой разговаривали до интервью, что мы все-таки... Мы должны работать и пробовать руками. Руки. Это вообще практика. Это очень необходимо. Для парикмахера вообще важна практика. Мы, к сожалению, не работаем пока онлайн. Вот моя фотография, я выгляжу вот так. А вот вам другая фотография, вы будете выглядеть вот так. Мы так еще не работаем. К сожалению, у нас, помимо того, что мы работаем с волосами, должны знать техники, мы должны уметь правильно говорить. Мы должны уметь, не знаю, правильно вообще, о чем-то вообще рассказать человеку. К нам приходят за эмоциями. Ты можешь уйти. Я сто раз, когда уходят из салона люди с уродливыми формами стрижа какого-нибудь мастера, но мастер бы настолько был грамотен во всем вокруг, кроме техники, и этот клиент будет ходить к нему всегда. Мы профессия эмоциональная. А там уже хороший продукт, технология. Поэтому я смотрю на колени, я стараюсь не выбиваться из молодого поколения, стараться быть с ними на одной волне. Иногда я даже думаю, что я иногда над кем-то мало уже даже себя чувствую, чем они. Но дай бог нам всем хорошего вообще драйва еще впереди. Не унылого, знаешь, там сиденья. Хотя большинство все равно пока так и работают. Знаешь, какое страшное направление? Знаешь, какое страшное направление? Боятся выйти из его домика. Вот когда я езжу по салонам красоты, я все равно вижу, вот давайте примем участие в конкурсе. Ну что вам, ну например, если мы говорим про наш конкурс колортофель, ну что вам стоит сейчас, да, просто фотку сделал красивую на мойке, например, как это было в этом году, я отправил фотографию на конкурс. Все упростилось, правда? Все очень упростилось. Это не так, когда я, допустим, два месяца участвуешь, ждешь, потом у тебя один финал, другой финал, все время ждешь. А тут отправила и все, и жди. Сейчас в этом плане легче. Но лентяйство вот это вот, надо с ним бороться. Я вам скажу сразу, я вообще страшный лентяй. Почему я столько всего добился? Потому что я через лень боролся и создавал что-то. Это необходимо. С ленью надо просто бороться. Просто начните хотя бы поснимать своих друзей, своих коллег. И у вас уже, значит, вы даже сами можете снять красивую коллекцию. Кстати, так и было, я смотрю, что многие сделали сами фотографии. Вот с твоей точки зрения, какие сейчас надо использовать инструменты для продвижения себя? Давай начнем с простых вещей. Конечно, в первую очередь, инстаграм. Наверное, второе, это быть ближе к какому-то бренду. Это сто процентов, потому что один в поле не воин, и тебе необходимо с кем-то работать, чтобы тебе доверили, во-первых, что-то. То есть тебе нужно попахать. А попахать, это что-то классное сделать, выложить в инстаграм, тебя заметили, и ты уже с кем-то работаешь. Это в третье, наверное, это работа с коллаборацией. Найти классных, уже известных мастеров и начать с ними что-то творить. Потому что у него хорошая аудитория, у тебя есть какая-то аудитория, вы вместе соединили свою аудиторию. Потом обязательно снимать какие-то истории для ютуба, для тиктока. Почему? Потому что должна быть узнаваемость. Не бойтесь быть смешными, не бойтесь. Просто иногда каждый по-разному к этому подходит. Если ты очень серьезный, ты будешь свой контент делать более каким-то правильным. Но так-то тяжело будешь идти к публике. Сейчас публика другая, сейчас все идут через лечение, нужно посмеяться. Поэтому, если ты можешь работать с юмором, не бойся быть смешным и таким же образом вливаться в эту аудиторию. И, наверное, последнее – это мероприятия. Либо быть в них, либо организовывать все равно их. Потому что, тем более, сейчас шикарное время вообще, чтобы были какие-то мероприятия, какие-то движухи. Не забывай говорить о себе везде открыто, что я профессионал своего дела. И чтобы только за этим, чтобы за твоей спиной стояли очень красивые и хорошие работы. Леня, а вот тут вытекает еще один вопрос. Последние два года появился один такой немного негативный тренд среди парикмахеров. Вообще, абсолютно новая история. Я никогда такого раньше не слышала, но все больше и больше об этом говорят парикмахеры. И мы даже создали свой собственный тренинг с нашим внешним экспертом Никитой Медовым. Я говорю сейчас про эмоциональное выгорание. Ты с этим сталкивался? Ты вообще тоже? Это тренд. Ну, надеюсь, он не твой. Это не тренд. Не надо этого бояться. Это вообще нормально. Вообще выгорание. Просто про это мало кто говорит. Все стесняются. Вообще это происходит. Почему? От того, что мы иногда стесняемся друг другу сказать. Слушай, я выгораю. Подскажи мне, что мне сделать? Подойти к своему коллеге и не стесняться. К коллеге, к друзьям. Подойти из другой области и спросить у ребят. Я выгораю. Помогите мне. Это нормально. Что это значит? Вообще, насколько я, я тоже углубился в эту историю еще два года назад. Ученые все вообще стало известным про это. Это в 60-х годах было известно этими китайцами, японцами. Они начали думать, что происходит. Почему происходит творческое выгорание. Потом подхватили американцы. Вот наконец, до нас волна дошла только сейчас. На самом деле это вообще заболевание. Просто вы настолько устаете от всего, от обыденности, что у вас появляется такая вот история. Я выгорал, ты не поверишь, на начале своей карьеры. Вообще в начале. Я выгорал перед Москвой вообще. Я, Москва мне помогла, но тут настолько меня окружило делами, творческими вещами. Плюс я сам прилагал какие-то. У меня не было выгорания. Но я видел, как это происходит с моими коллегами. И встара сказал свои истории. Выгорание, к сожалению, бороться сможешь с ним только ты. И бороться с ним нужно изнутри, заставляя себя смотреть на какие-то прекрасные классные вещи. Пытаться что-то создать, занять себя какими-то новыми вещами. Возможно, нужно в этой жизни все перекрыть. Заново все начать. Вот все начать заново. Знаешь, там работала, таких очень много. Работала бухгалтером, выгорела, пришла работать в парикмахерах. У нас сейчас такой ученик. Он банкир. Устал от всего до этого. Хочу быть парикмахером. Понимаешь? Вот, это нормально. Хочу поменять профессию. Хочу быть ближе к людям. Хочу быть творческим. Хочу улыбаться. Хочу смеяться. Потому что все-таки, я говорю это вообще всегда везде. Парикмахеры это люди мира. К нам, когда вообще присоединяешься к нам в команду, с нами за столом, когда мы где-то посидим, хочется жить. И ни о каком выгорании речи быть не может. Отлично сказано. Ну что, я думаю, что для завершения очень классных вопросов моих и твоих ответов, давай поговорим о тебе, о твоих целях. Потому что сейчас, вы знаете, очень много интереснейших проектов, где мы могли бы, да, сколлаборировать, ну, как ты уже сказал, коллаборации. Я считаю, мы должны 100% сколлаборировать наши истории. Давай раскроем тайну нашим парикмахерам. Что ты такого придумал? Что ты решил сделать? Я начну немножко издалека. Помимо того, что там, да, я там создал салон, создал свой бренд, все прекрасно, все это хорошо. И вот, чтобы это дальше работало, необходимо, я считаю, мне, наверное, чтобы что-то было еще очень серьезное. Вы знаете, что вот есть очень много конкурсов, также наш любимый коллартрофий, а есть много колоссальных всяких способов, чтобы, не знаю, себя проявить, там, в Аминерике, еще где-то, есть много разных конкурсов, Ваншот, Биханзичи, да, вот. Но, я подумал, ну, почему же в России нет премии, которая, которая создана именно русским человеком? И объединяла бы всех парикмахеров, независимость от бреда. И объединяла бы не только парикмахеров, она бы объединяла бы, смотри, мы рассыпались, маникюр отдельно, педикюр отдельно, косметологи отдельно, барберы отдельно, теперь брейди, блондисты, колористы, блондисты, брондисты, это, потому что у нас просто, мы рассыпались. Я считаю, надо в России всем собраться в кучу. Я решил создать Russian Protester Award. Это премия, собирающая в себя скоро будет не только парикмахеров, она включит в себя даже мастеров тату, флористов, все творческое, любое, что вот, вот все, что творческое, она будет в себя включать, потому что текстура, она во всем. В мебели. Интересно, объединение всех. Да, я уверен, что если задуматься, в твоей работе тоже найти можешь текстуру, я думаю. Уверен. Поэтому, друзья, давайте что-нибудь крутое создавая все больше и больше каждый день.